Беларусь – период буржуазно-демократических революций 1905-1907 и февральской 1917 года. Причины буржуазно-демократических революций связаны с процессом модернизации в ходе перехода от феодальных к буржуазным отношениям. Одной из социально-экономических причин революции стала нерешённость аграрного опроса, так как сохранялся главный пережиток феодального строя – дворянское помещение землевладения и необходимость очистить земли для свободного развития капитализма. К политическим причинам относились крупнейшие феодальные пережитки, какими являлись абсолютная монархия и отсутствие демократических прав в обществе. В качестве ещё одной причины оставался нерешённым национальный вопрос о реализации права народа на свободное этническое государственное культурное самопределение. В начале XX века противоречия в обществе обострились также в связи с экономическим кризисом I-III годов и поражением царской России в русско-японской войне 1904-1905 годов. Как и в западноевропейских странах, в России буржуазно-демократическая по своему характеру революция прошла несколько этапов – в 1905-1907 годах и в феврале 1917. Они были органично связаны между собой и решали задачи демократического характера – свержение самодержавия, ликвидация феодальных крепостнических пережитков, крупного помещения землевладения, уничтожение национального гнёта, восстановление демократических прав и свобод, а также выход России из Первой мировой войны путём заключения демократического мира. В пути государственного устройства России решение оградного национального вопроса были определены различными политическими силами, объединёнными в три политических лагеря. Правительственный лагерь стремился любимыми средствами сохранить строение самодержавия, сословные привилегии дворянства, помещие землевладения и другие феодальные крепостнические пережитки. Его важнейшей опорой являлась армия и полиция. Буржуазно-либеральный лагерь был представлен разными политическими партиями и организациями. Так, в Конституционно-демократическую партию кадеты стремились к введению в России Конституционной монархии с парламентом. Их деятельность широкой поддержки Беларусь не получила. Союз 17 октября, или Октябристы, поддержал Царский манифест 17 октября 1905 года, который дал возможность представителям Буржуазии участвовать в деятельности Государственной Думы. Внутри революционно-демократического лагеря не существовало идейно-политического единства. Российская социал-демократическая рабочая партия РСДРП, которая в 1903 году раскололась на меньшевиков и большевиков, в лице последних разделяла основное положение марксизма об установлении диктатуры пролетариата путём социалистической революции. Большевики, большинство из них вошло при выборах в Центральный комитет партии, выступали за революционное средство, а меньшевики – за постепенное реформирование общества. Полностью самостоятельную политику проводил бунт, который провозгласил себя национальной организацией еврейских рабочих в России и на рубеже 19-го и 20-х веков, фактически являлся руководителем рабочего движения в Беларуси. Партия социалистов и революционеров, ПСР, и Белорусская социалистическая громада, БСГ, стремились опереться своей деятельностью в одинаковой степени как на рабочих и крестьян, так и на интеллигенцию. Часть ССРов видели путь к социализму в решении аграрного опроса через социализацию земли, уравнительное наделение земли тех, кто её обрабатывает. А другая часть ССРов оставались на позициях политического террора. Они же в январе 1906 года совершили неудачное покушение на жизнь Минского губернатора Курлова. БСГ, как первая белорусская политическая партия, выступала за государственную автономию для Беларуси в составе Российской Демократической Республики. Несмотря на различные взгляды на вопросы о путях построения социалистического общества, названные партии и организации использовали в борьбе с самодержавием тактику левого блока, которая заключалась в лозунге «Идти врозь, но быть вместе». Основные события революции 1905-1907 годов в Беларуси были прежде всего связаны с выступлениями солидарности в связи с событиями Крова Воскресения 9 января 1905 года в Петербурге, когда царским войсками было расстреляно мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу, резиденции царя Николая II. Таким образом, была расстреляна вера в рабочих доброго царя. Весной-летом 1905 года наблюдался подъем экономических и политических забастовок в связи с празднованием Дня Солидарности Рабочих – 1 мая. В октябре 1905 года рабочие Беларуси приняли активное участие во всероссийской политической стачке. Этими выступлениями в Беларуси руководили коалиционные советы, куда входили представители РСДРП и Бунда, а в крупных центрах революционного движения в России – советы рабочих депутатов. В городах Беларуси был объявлен манифест царя Николая II от 17 октября 1905 года, согласно которому Государственная Дума, созданная в 1905 году, как совещательные органы при царе, наделялась законодательными полномочиями. Впервые в истории России объявлялись политические свободы слова, печати, собраний, вероисповедания, неприкосновенность личности. 18 октября 1905 года в Минске при потворстве местной власти был расстрелян 20-тысячный митинг трудящихся на площади около Виленского вокзала. Это событие получило в истории название «Курловский расстрел» в связи с тем, что губернатором Минска в то время был Курлов. Митинг был расстрелян также и в Витебске. Отмечался и рост количества крестьянских выступлений. В декабре 1905 года выступлением крестьян в деревне Пинкович и Пинского повета руководил Константин Мицкевич, Якуб Колос, который в то время работал школьным учителем. Заметно усилило солдатское движение. Произошли восстания дисциплинарного батальона в Вобрусской крепости, волнения солдат в Брестской крепости, Барановичах и других. В декабре 1905 года по накалу борьбы положение в ряде белорусских городов было очень близким к вооружённому восстанию. Но она, в отличие от Москвы, не произошла. Многие декабрьские выступления рабочих крестьян в Беларуси были подавлены при помощи вооружённой силы. В декабре 1905 года царь объявил выборы в Первую Государственную Думу. Революционно-демократические партии эсеров, большевиков и бунт не приняли участие в выборах, надеясь на скорое революционное свержение самодержавия. Большинство в Думе представляли буржуазно-либеральные партии октябристов и кадетов. Почти половина депутатов от пяти белорусских губерний вошли в группу автономистов. Они выступали за автономию белорусского края, подчёркивая, что им должны управлять коренные жители, а не пришлые, чужие и враждебные ему элементы. Главным в деятельности Первой Государственной Думы стал огоральный вопрос. В отличие от представителей российского крестьянства, депутаты-крестьяне от Беларуси не поддержали программу национализации земли, то есть передачи её из частной помещище государственную собственность. Большинство крестьянских депутатов из пяти западных губерний стремились к закреплению права личной собственности на землю. В 1906 году с указом царя Первая Государственная Дума была распущена. В целях отвлечения внимания от революционных событий были назначены новые выборы. Они состоялись в конце 1906-го, начале 1907 года, в условиях спада революционной борьбы. Большинство мест во Второй Государственной Думе от Беларуси получили представители Русского окраинного союза, которые были против революции и придерживались лозунга «Россия для русских, и русские должны управлять ею». Они рассматривали Беларусь как часть Западной России, отрицали существование беларусской нации и считали необходимым её слияние с русским народом. В условиях усталости и разочарования широких народных масс результатами продолжительной напряжённой борьбы, Николай II 3 июня 1907 года подписал указ о распуске Думы, нарушив этим манифест 17 октября 1905 года, согласно которому Государственная Дума наделялась законодательными полномочиями. Это событие получило в истории название «Третья июньского государственного переворота». Так завершилась Первая Российская Революция. Революция 1905-1907 годов не решила наболевшие вопросы. Причины, которые её вызвали, были осложнены началом Первой мировой войны и привели ко Второй Буржуазно-демократической революции в феврале 1917 года. В начало Февральской революции положили массовые выступления рабочих в Петрограде. На их сторону стали переходить солдаты. 2 марта 1917 года царь Николай II отрёкся от престола. Царское самодержавие было свергнуто. Относительно лёгкая победа революции была обусловлена тем, что армия превратилась из опоры самодержавия в союзника пролетариата. В Беларуси был ликвидирован старый государственный аппарат. Создавались новые органы буржуазной власти. В Петрограде они были представлены Временным правительством. Свои полномочия его министры осуществляли до созыва учредительного собрания, высшего демократического выборного органа власти России. Оно должно было, по мнению Временного правительства, решить вопросы о земле, о войне и мире и национальный вопрос. По примеру, Петроград в городах и местечках Беларуси создавались органы революционно-демократической власти, Советы рабочих и солдатских депутатов, в том числе и Минский Совет рабочих депутатов. В Советах руководство оказалось в руках меньшевиков и эсеров. Сложилось своеобразное положение, которое получило название «двоевластие». С одной стороны, революционно-демократическая власть пролетариата и крестьянство в виде местных советов, а с другой – буржуазная власть в виде местных комитетов общественного порядка. Своеобразностью политического положения стала поддержка советами деятельности комитетов, которые являлись проводниками политики Временного правительства. Для Беларуси территория, которая во время Первой мировой войны, образно говоря, исполняла роль военной стоянки, важное значение имел процесс демократизации армии. Он проявился в создании солдатских комитетов, которые весной 1917 года ещё поддерживали курс Временного правительства на продолжение войны. Дальнейший ход военно-политических событий ускорил разложение армии. Массовыми стали дезертирство и отказы солдат подчиняться офицерам. Вопрос о прекращении войны путём подписания демократического мира стал неотложным. В условиях буржуазно-демократических революций активизировал деятельность белорусской социалистической громады. Её неофициальным органом стала первая легальная газета на белорусском языке «Наша доля», первый номер которого видел свет 1 сентября 1906 года. Однако газета была обвинена цензурой в покушении на основы существующего гражданского и государственного строя. Её распространение было запрещено, а часть номеров изъята полицией. БСГ прилагало усилия к решению национального вопроса и консолидации многочисленных национальных организаций, которые возникли к тому времени. В марте 1917 года в Минске состоялся съезд белорусских национальных организаций. Делегаты съезда поддержали Временное правительство и высказались за автономию Беларуси в составе Российской Федеративной Демократической Республики. На съезде был создан Белорусский национальный комитет во главе с крупнейшим землевладельцем Минской губернии, депутатом Первой Государственной Думы Романом Александровичем Скирмантом. ПНК провёл переговоры с Временным правительством о признании его правительственной структуры на территории автономной Беларуси. Но Временное правительство, которое стояло на позициях единой и неделимой России, считало, что этот вопрос может решить только учредительное собрание, выборы в которой организовывались по всей России, кроме территорий, в том числе белорусских, оккупированных германскими войсками во время Первой мировой войны. В июле 1917 года в Минске состоялся второй съезд белорусских национальных организаций, который принял предложение БСГ о национальной территориальной автономии Беларуси в составе российского государства. Программа БСГ предусматривала введение социалистического строя путём революции, предоставление широких демократических свобод, удовлетворение интересов крестьян через передачи церковной и помещей земли в пользование всего трудового народа. Вместо БНК на съезде была создана Центральная Рада Белорусских Организаций, поставившая принципиальный вопрос о создании в Беларуси органа местной власти, который предполагалось выбирать на Всебелорусском съезде после созыва Всероссийского учредительного собрания. Итоги буржуазно-демократических революций для Беларуси были связаны с национальным и аграрным вопросами, которые так и остались нерешёнными. Разрешение национального вопроса БСГ видела в достижении национально-территориальной автономии Беларуси в составе Российской Демократической Республики как Федерации. Решение аграрного вопроса откладывалось буржуазно-временным правительством до созыва учительственного собрания как будущего парламента России, кто свидетельствовал о незавершённости процесса модернизации. Насущен для Беларуси вопрос о прекращении Первой мировой войны, боевые действия, которые проходили на её территории, и заключение мира также решён не был. Общим итогом революции стали свержение самодержавия, зарождение российского парламентаризма в виде Государственной Думы, введение демократических прав и свобод, рост политического самосознания рабочего класса и всех демократических сил.